приветствую на канале диджаб друзья не так давно на нашем канале выходил обзор юсб игровой гарнитуры от компании фифа им рекомендую посмотреть если вы его не видели это отличная гарнитура особенно за свои деньги в которой превосходный микрофон надо прям вот посмотреть ролик обязательно посмотри ролик чтобы услышать как там звучит микрофон блин с таким микрофоном во многих случаях вам конденсаторный микрофон от того же fine уже не понадобится так вот не так давно точнее совершенно недавно компания fine решила выйти на более профессиональный рынок и начали они вот с этого гаджета а это у нас студийные мониторинговые наушники fine h8 давайте с вами посмотрим на них поближе итак начнем с небольшой распаковки значит в коробочке у нас прячется макулатура и пакет с самими наушниками коробочками пока оставим отложим отбросим здесь у нас как обычно вот такая брошюрка во всех новых устройствах fine здесь у нас мануал с характеристиками что касается характеристик здесь все достаточно стандартно это у нас наушники динамического типа частотный диапазон у них от 20 герц до 20 килогерц в принципе как и у большинства подобных наушников выглядят собственно они вот таким вот образом выглядят весьма неплохо достаточно сдержанно кому-то нравится кому-то не нравится новый логотип fine ну вот такой вот смайлик лично я в нем не вижу ничего плохого когда он не светится всеми цветами радуги выглядит он в принципе вполне сдержанно так что не могу сказать что данные наушники которые нацелены на профессиональный или полупрофессиональный сегмент выглядят как-то броско по детски по геймерски и так далее нормально они выглядят вполне себе значит что касается общего вида и качества исполнения здесь у нас кож зам обычные амбушюры из поролона обыкновенного но достаточно мягкого амбушюры не глубокие в принципе как и у всех студийных наушников здесь еще приятный бонус то что как видите провод съемный и в комплекте к данным наушникам идет у нас сразу два провода провода здесь выполнены вот такие сама скручивающиеся длина общего порядка полутора-двух метров но если их растянуть можно это надо двух с половиной растянуть значит один провод у нас джек три с половиной на джек три с половиной а второй провод джек три с половиной на джек 635 то есть на большой джек это кстати очень удачное решение потому что в процессе плотной работы провод может где-то зацепиться где-то повредиться перетереться или еще что-нибудь здесь же пожалуйста покупайте любой другой провод и цепляйте любым другим проводом данные наушники к системе что касается материалов изготовления наушников наушники сами пластиковые оголовье металлическая как я говорил обшита кожзамом рама металлическая это все замечательно что касается эргономики наушники не тяжелые сидят на голове достаточно плотно уверенно в принципе студийные наушники это не самые удобные наушники на рынке практически все они немножечко так давят они почти всегда максимально плотно прижимаются к голове чтобы не фонить не издавать лишних шумов наушники закрытого типа у нас и в принципе но работать в них комфортно я в них сидел работал прям плотно сводил звук в некоторых проектах прям долго достаточно удобно достаточно комфортно единственно амбушюры здесь ну настолько мягкие и плотные что уши в них достаточно быстро запотевают такой момент имеет место быть на постоянной основе я пользуюсь своими вот такими наушниками штайнберг никто же есть аналог аудиотехники точнее это аналог значит данные студийные наушники звучат тоже хорошо максимально сбалансировано не перегасовывают и основной акцент здесь идет на средние частоты в принципе у этих тоже поэтому естественно на мой взгляд максимально корректно сравнивать эти две модели между собой конструктивно они практически одинаковые итак друзья что касается звука данных наушников в целом неплохо но он достаточно плосковат конкретно что мне не очень понравилось то что здесь очень сильно убран бас и убрана нижняя середина верха здесь чуть выше чем мне бы хотелось но в целом звук более менее сбалансированный слышится хорошо и в каше все не сливается если опять же сравнивать со штайнбергом да это аналог аудиотехники то штайнберг здесь естественно выигрывает и блин давайте по-честному было бы очень странно если бы вот это бюджетное студийное решение звучало лучше чем наушники штайнберг что касается не то работать в них достаточно комфортно все нормально слышно но мне очень не хватает нижней низких частот что-то с ними не так я надеюсь в следующей итерации данных наушников fifine немного поправит этот момент в целом они как будто ну слишком плосковато прям как будто вот все прибрано при этом опять же инструментал или вокальная композиция звучит в данных наушниках очень неплохо значит давайте подводить итог стоят данные наушники сейчас 2400 рублей и это для своей цены отличные мониторинговые наушники они не претендуют на качество самых правдивых самых честных наушников вовсе нет они не про это это рабочий инструмент достаточно средний по характеристикам отличный по качеству но по своим характеристикам по своим возможностям это среднее все равно бюджетное решение имейте это в виду но работать с вокалом данных наушниках вам будет достаточно комфортно в целом это отличное решение для бюджетной студии звукозаписи если вы занимаетесь музыкой за две с половиной тысячи вы получаете неплохие мониторинговые наушники однако компания fifine явно есть над чем поработать ссылочку на данные наушники я оставлю в описании к этому ролику ну что ж друзья надеюсь вам понравился этот ролик ставьте лайк если так обязательно подпишитесь на канал и прожмите колокольчик чтобы не пропускать новые интересные видео но не забывайте про наш сайт диджаб.нет и заходите на нашу страницу вконтакте и наш телеграм-канал все ссылочки вы видите сейчас на экране и они также будут в описании под роликом ну а на этом у меня все до новых встреч